Или призыв там, чтобы Великий Дом отделился от Российской Федерации. Чтобы мы были независимы и деньги, которые здесь получали... Второй. Да, второй. Вы просто так переволновался? Это оправданно. Кто-нибудь из вас сможет отдать свою жизнь за Россию? Да. Подавите, пожалуйста, руку, кто отдал бы свою жизнь за Российскую Федерацию. Следующее. Это информационный терроризм. Свою варианту. Два варианта можно. Первое. Это размещение информации, призывающие к террористическим актам. Призывающие к террористическим актам. Ну, например, я не знаю, кто-нибудь... Вот, девушки, примерили ли на себя пояс шахидки? Мне кажется, очень хорошо выглядит. Ну, такой вот, солидный человек такой в поясе шахидки. Не пробовали? Что-то я не вижу у вас на лице радости, а только отращения. Ну, вот, если бы я красиво это сказал, это было бы призыв. Призыв, например, к джихаду. Или призыв там убивать неверных и христиан, или еще какой-нибудь. Или призыв там, чтобы Великий Дом отделился от Российской Федерации. Чтобы мы были независимы, и деньги, которые здесь получали от нефти, мы отсылали не в Москву, а оставляли у себя. Ну, это не призыв было, я тренируюсь просто, не подумайте. И третье, это... Второе. Второе. Да, второе. Я просто переволновался. Это оправдывающая. Информация, оправдывающая терроризм. Да. Ну, какой-нибудь террористический акт, давайте. Какой был последний? Автобус когда-то. А, вы говорите, которые? Да, предположим. Вроде как ФСБшник в мире. Ну, взорвали, насколько я знаю. Ну, хорошо. Это доказали? Это доказали? Да. ФСБшник взорвали. Ну, вот этот, который вот ехал из Красного Места. Да, я не слышал. Ну, вот здесь. Ой. А, ну, где было точно доказано? Ну, в России. А, вот самолет взорвали, который в Египте летел. Ну, видите, это же не просто так взорвали. У людей была какая-то идеология. То есть, они же не просто отдали свои жизни. Они хотели что-то до нас донести. Ведь просто человек так не расстанется в жизни. Это то, что очень ценная вещь. Если человек расстается с жизнью, значит, он... У него какая-то есть идеал, который выше, чем лошадь. Кто-нибудь из вас сможет отдать свою жизнь за Россию? Да. Подавите, пожалуйста, руку, кто отдал бы свою жизнь за Российскую Федерацию. А можно уточнить, это именно как защищать ее? Или же... Вон, например, при каких обстоятельствах. Да, при каких обстоятельствах. Например, я нашла, баба отбила из России. Смотрите, идет... То есть, Россия распадется. И если вы не отдадите свою жизнь, она прекратит свою счетологию. Вы бы отдали жизнь за Россию? Я бы отдала. Давайте еще раз. Подавите, пожалуйста, руку, кто отдал бы жизнь за Россию? Лез. Ну, так как камера не видит, все подняли руку, все бы отдали. Молодые люди тоже, блин, а вам еще в армию не идете? Нет, в армию пойдем после ученых. А как вы думаете, зачем вы пойдете в армию? Нет, ну это другой вопрос. Чтобы на работу пойти, не чтобы... То есть, вы идете в армию не с того, чтобы отдать свою жизнь за Россию? Нет, конечно. А зачем? Ну, а почему я должен отдавать жизнь? Так армия же предопределяет, что это для... Там люди умирают для того, чтобы у нас была счастливая страна. Нет. Я считаю, что проблема в другом. Какая-то я не вижу проблемы. Вы понимаете, что солдаты отдают свою жизнь за Родину? Они уехали, что они хотят, а то же они не отдают. Как здесь? Ладно, все. Это информационный терроризм. Вот то, что сейчас вы делали со мной, это и является оправданием информационного терроризма. Пожалуйста, есть ли вопросы? Нет, есть вопросы. Дайте в эту сторону. Призывающий и оправдывающий. У вас же в ленте новости есть такие? У вас два пункта? Да. У меня тоже же будет оригинально. Понимаете, что такое терроризм? Да. Видели террориста? Нет. Это знаете, как из автобуса выходит девушка и след кричат. Вы сумочку забыли? Аллах Акбар. Это террорист? Это террорист? Это анекдот. Что? По поводу того, что лучше вам террориста не видеть никогда. Желаю вам, чтобы вы его вживую никогда не увидели. До самой смерти. Помочь вам? Пожалуйста, кто может дать технику? Человек не может спросить про терроризм. Как сделать так, чтобы задавать вопрос? Да, Светлана. Ассоциация с жизненными какими-то ситуациями? Да, если туда мы все. То, что ты видела, где-то новости. О, первая программа. Видели новости какие-нибудь? Да. Что людей сажают за призывы к терроризму? Про репосты сегодня было, про перепосты. Это же все с этим связано. Например, если вы увидите, например, новая, осенняя коллекция для джихадистов. И вы такие опалайки, кроме того. Опа-тарк. Оп. Призываете? Призываете? Да. Если вы перепостили, попадаете под статью? Понятно. Все. Вы так не делаете? Нет. Похожий человек так, как делает. Правильно сказать? Да, похоже. Все так могут. Вы что думаете, террористы? Их такие лица какие-то особые? Они как люди. Они не похожи на террориста. Кто они? Ну, террористы. Вот и вы. И вы можете. Бывает так, что зайдут в автобус, девушки в платках, там, в платье. И все сразу, конечно, подумают, что там, она террорист. И все опасаются, там, ну, они как-то так. Ну, бывают же такие люди. Хотя просто они носят такую одежду. Не знаю, что они там сейчас возьмут и загнут. Я согласен. Да, пожалуйста, с вас. Создайте. Да. А вот когда, например, ну, грубо говоря, человек отгодят в сети, да? Это же тоже в какой-то мере... Что делают? Ну, травлю, да, устраивают травлю. Это же с лобом не специально. Но это же тоже является в своем роде информационным терроризмом? Это же в сети происходит? Да и нет. По терроризмам понимается публичность преступления против общества. А это индивидуально. Когда индивидуально, это не считается. Это имеется в виду терроризм, террор направлен не на ни одного человека. Когда взрывают поезд или автобус или самолет, они нападают не на Ивана, не на Марфу, не на... Не на определенного человека. Они принимают, да, на общество. И когда вас гнобят в сети или меня, это не терроризм, они просто гнобят меня как человека. А из группу лиц, вот тогда это будет терроризм. Еще можно вопрос? А вы сказали про автобус, то, что ФСБ-шники взорвали? Ну, есть одна из гипотез, да. А расскажете? Ну, того человека, который это рассказал, он сейчас за границей, потому что против него возбудили уголовные дела. Так что не расскажу, потому что я в России пока. Ну, там были... Посмотрите, сейчас забыл, какую фамилию даже. Он хотел еще революцию сделать, и потом... Сейчас скажу. Плохие новости. Ну, есть такой канал, и вот он там объясняет. Есть аргументы, есть видео с места событий, где видно, что это... Ну, и что-то непростой террористический акт. А если мы это посмотрим? Это не будет. Не будет подальше. Ну, я буду, потому что я вас предприсываю. А вы, наверное, для вас пока не. Да. Предположим, я размещаю информацию, я оправдываю терроризм, не имеющий отношения к России вообще, к какой-то другой стране. Я, ну, буду, но указано, нет? Прочий вопрос. Против Америки, да, например? Да, я думаю. Ну, вроде в статье ничего не сказано о том, что именно только для российских. Ну, это законы Америки не будут никакого обстоятельства. А есть же международные документы? Ну, международный терроризм, терроризм, ну, да, значит, попадает. Потому что же ИГИЛа же международный. Значит, не только для России опасность представляется, значит, да, попадает. То есть, да. Ну, другое дело, будут ли возбуждать уголовные дела, было административные дела по этому поводу. У меня большие сомнения. Хорошо. И последнее – это вред. Там следующее. А это связано... Продолжение следует... Продолжение следует...